Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Здравствуйте! Я рассказывала об одном уникальном растении, которое называется, сейчас я вам покажу, вот, румекс криспус или щавель курчавый, вот такое растение, которое нещадно выбрасывают, уничтожают, думая, что это сорняк. Дальше, в нем находится хризофанол. Запишите, кто еще не знает, хризофанол. Мы именно о нем сейчас будем говорить. И что ж такое хризофанол? А посмотрите сейчас перед вашими глазками. Я показываю публикацию, и мы здесь видим на китайском языке, биологическая технологическая корпорация. Это было опубликовано 3 мая 2017 года. Что такое порошок хризофанол? И, вы представляете, я поинтересовалась, я зашла на сайт и увидела баснословные, естественно, я их не рекламирую ни в коем случае. Поэтому я и рассказываю вам именно за растение, которое вы можете набрать. И заготовить путем высушивания и превращения в порошок. И добавлять этот порошочек в щи, в борщи, в кашки, в салатики, везде-везде. Таким образом наполняя себя хризофанолом. А если вы захотите купить, вы просто, у вас глаза полезут на лоб, как дорого это стоит. Итак, что я изучила и что я о нем узнала об этом порошочке, что его просто берут, высушивают листья. Это может быть лист конского щавеля, альпийского щавеля, обыкновенного щавеля, кучерявого щавеля. В общем, смесь щавли, потому что хризофанол в основном там в большом количестве. Там можно найти. Так вот, его собирают из разных видов в порошки, смешивают и, в общем, упаковывают и вам продают за бешеные деньги. А людям, потому что неизвестно, откуда он. Но поскольку я докапываюсь до самой сути, у меня такая радость, у меня такое хобби. А хобби у меня замечательная. Фитотерапия. Много-много лет. И вот он, хризофанол. Пожалуйста, берите его. Что он делает? Давайте читать вместе, а я увеличу. Хризофанол индуцирует некроз раковых клеток посредством снижения уровня АТФ. Хризофанол смягчает эффекты воздействия свинца у мышей. Это было проведено эксперимент. Уменьшая отек цитоплазмы нейронов, гиппокампа и так далее. Дальше спускаемся ниже и видим, увеличивает память. Значительно увеличивает память и способность к обучению. Надо нашим деткам это? Конечно, надо. Добавляю ли я эти листики в салаты? Обязательно. И не только в салаты. И в отвары, и во всяческие овощные пюре, и в щи, и в борщи, и в кисели, в общем, везде. Уменьшает содержание свинца в крови. Надо? Надо. Конечно, надо. В сердце? Надо. Конечно, надо. Посмотрите. В мозгу надо. Дальше читаю. В селезенке, в почках, то есть чистит почки, селезенку, печень, стимулирует активность супероксидисмутазы и так далее. Дальше. Пошли ниже. Хорошо воздействует на почки и печень. Идем ниже. Преимущество порошка хризофанола, который, повторяю, мы делаем сами. То растение, о котором я сейчас говорю, внизу, обязательно смотрите дополнение. Внизу, под видео, в описании, будет ссылочка. Кто еще не смотрел, посмотрите. Всегда обращайте внимание на ссылочке канала Кэтрин Докс, и там вы много чего интересного узнаете в дополнении к сегодняшней теме. Итак, хризофанол используется для омоложения, регулирования деятельности центральной нервной системы. Таким образом, чтобы задержать старение мозга. Представляете, какая это прелесть? Как же можно это растение нещадно уничтожать и выбрасывать из своего огорода? Если оно появилось наоборот, я размножаю его. Хризофанол может задерживать деградацию тимуса, вызванную старением, повышать иммунитет организма. Значит, получается кучерявый, конский и просто щавель, а также альпийский и другие виды щавеля. Что они делают? Да в нашем мире, в мире лекарственных растений для травников, это изумительный способ, изумительное растение для того, чтобы приостановить старение и повысить иммунитет. Читаем. Второе. Повышает иммунитет организма. Чтобы не говорили, что кто-то высосал из пальца. Нет, я досконально изучаю. Номер три. Хризофанол может улучшать способность снижать уровень холестерина, снижать содержание жира в крови и препятствовать развитию атеросклеротического состояния. Надо нам это? Конечно надо. Дальше. Хризофанол имеет функцию защиты печени. Но я уже говорила, что для печени, я так и назвала чистка печени, это изумительное средство. Это растение, ему равных нет. Для печеночки, для желчного, а также для бронхов и легких. И все, что с кровью связано. Равных нет. Как он чистит кожу? Ну почему чистит кожу? Да потому что на печень хорошо воздействует. Состояние нашей кожи, это состояние нашей печени. Хризофанол полезен для печени, которая может увеличить функцию печеночного гликогена. Итак, используется в фармацевтической области, конечно, сырье для лекарства, для охлаждения крови, детоксикации, расслабления кишечника и так далее. Как я уже говорила, в маленьком количестве, в маленьком количестве скрепляет, а в большом количестве наоборот расслабляет. Как вы можете почистить кишечник и похудеть. И для улучшения кровообращения, лечения аминореи. Ну а дальше они рекламируют там, где вы можете купить, в какую компанию войти и так далее. И в общем поставщики китайцы, ну понятно, что они не дураки. Они в растениях толк знают. Но и мы тоже не промахи. Если мы получаем мудрость, то благодарим Бога за это. И я воздаю всю хвалу Богу за то, что Он дал нам возможность вот такое выращивать растение. Посмотрите еще раз на него повнимательнее. Изучите все подробно о нем, то что написано внизу в описаниях. Потому что с любым растением нужно быть осторожным. Принимайте его понемножку и конечно с согласованием доктора. И помните, что все виды щавля, любой щавель и кучерявый, и конский, и альпийский, и простой огородный, любой щавель он полезен в небольшом количестве. Понемножку. Он бесподобный просто. Где какая, как я уже говорила, детоксикация? Вот это вам поможет. И там очень много железа. Вы должны помнить, от анемии, чтобы повысить гемоглобин, здесь огромное количество железа. Очень много тиамина. Ну кто еще не знает, что такое тиамин? Тиамин, запишите, это витамин В1. Многие думают, ну что такое тиамин? Это не простое. Это витамин В1, который вы как раз отсюда можете взять. Мы еще поговорим об антрохенонах, других дубильных веществах. И помните, его называют не только кучерявый, но еще и желтый. Yellow dog, curled dog, curly dog, narrow dog, rumex и по-другому. Курчавый щавель, желтый щавель, узкий щавель, малый щавель, rumex и у него вот такие вот названия. Семейство гречишны, как в любой гречке, много-много железа. Будьте благословенны вы и ваши близки. А я люблю вас. Поделитесь этой информацией и моим каналом. Ставьте лайки, потому что именно лайки продвигают наш канал. Люблю вас. Не только лайки ваши, еще ваша деятельность, комментарии. Я люблю вас. Пока-пока.